МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша мечта стала реальностью. Русский ниндзя вернулся в Россию. Ну, смотри! Да ладно! Вот оно, будущее ниндзя спорта. Я не побоюсь этого слова! Русский ниндзя – это тот, у кого есть дух. В жизни у меня есть две мотивации – это спорт и любовь. Мне хочется, чтобы мой сын мой гордился. Спорт спас мне жизнь. Мальчикам легче, потому что они заведомо сильнее. Девочки тоже могут все, достаточно просто захотеть. Все в этом мире возможно. Здесь все зависит только от тебя. Я готов на все сто процентов. Не существует никаких рамок. Все зависит только от твоего желания и от твоего духа. Вот это уже реально борьба. Вот это скорость! Рэпер, блогер и рэкбист. Что объединяет этих людей? То, что именно мы приветствуем вас на легендарном шоу «Русские ниндзя». Сочи уже был в столице самых ловких, самых сильных и отважных людей со всего мира. Поэтому именно здесь мы решили возродить шоу, которое полюбили миллионы зрителей. И поэтому сегодня сюда приехали атлеты со всей страны. Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Вятка, Ямал, Псков, Самара, Казань. И не только. Каждый из них попробует пройти сложнейшую полосу препятствий, в финале которой нужно забраться на высоченную гору Нидрияма. Только шесть человек в мире смогли это сделать и войти в историю шоу, получив статус «Ниндзя». Станет ли седьмым кто-то из России? Не факт. Однако тот, кто победит, не просто уедет отсюда легендой, но и увезет целых пять миллионов рублей. И мы начинаем! Сегодня мы узнаем имена первых финалистов. Но сначала 28 атлетов по очереди попытаются преодолеть отборочную полосу препятствий. Двое лучших из них получат возможность напрямую попасть в финал, благодаря победе в гонке лидеров, а остальных ждет полуфинальная трасса. В отборочном туре никто не будет ограничивать участников по времени. И кому как не мне рассказать о том, что отборочный этап состоит из шести препятствий. И первый из них это... Косые ступени. Участник должен перебраться на другую сторону, перепрыгивая с одной ступеньки на другую. Если ему это удастся, его ждет второе препятствие – перископ. Здесь нужно повиснуть на бревне, проскользить по рельсу и вовремя спрыгнуть на платформу. Третье препятствие – дрожащие камни. Это испытание на баланс. Путь проходит по неустойчивым снарядам. Важно, касаться руками камней нельзя, иначе дисквалификация. На четвертом препятствии – навесные кольца. Участнику как раз понадобятся сильные руки. Цепляясь за подвешенные ободы, нужно добраться до сетки и проползти по ней до платформы, не коснувшись воды. Далее – разводной мост. Цепляя кольца за штыри, сначала нужно подняться наверх, а затем спуститься вниз. И последнее испытание этого тура – «Малая гора». Необходимо разбежаться, взобраться по отвесной части дорожки наверх и нажать кнопку. Всего у атлета есть три попытки. Осталось только узнать, кто же первым отправится покорять полосу. Первый туда отправишься ты, чтобы поддержать наших участников. Обожаю поддерживать наших участников. Я иду к вам, а вам пока. Давай. Русский ниндзя в Сочи! Начинаем отборочный тур. Первый участник уже на старте. Быть первым сложно, но зато, как бы он не прошел полосу препятствий, на какое-то время это будет лучшее прохождение за сегодня. Артур Нидерквель, Москва! Артур сам называет себя уличный атлет. Учился в школе плохо, можно сказать, не учился. Интересы мои никогда никто не разделял. Ни родителей, ни друзья. Как и не старался, никто в меня не верил. У меня детство такое сложное. И до 19 лет, наверное, у меня были вредные привычки тяжелые. Просто в один момент я понял, что так жить нельзя, когда уже на дне находишься. Я нашел для себя увлечение в жизни, и это спорт. Занимаюсь я им на улице один, всегда один. Тренировка мне может длиться весь день, и все, что мне под руку попадется, я могу сделать из этого снаряд. Ночами я работаю в метро и приравню ночную смену к обычной тренировке. Потому что у меня очень тяжелая работа с тяжелым металлом, с тяжелым оборудованием, смена шпал, лопаты. Мне даже коллеги на работе говорят, давай, Артурчик, давай, скоро Ниндзя, надо тренироваться. Трасса русский Ниндзя, я к ней всю жизнь, можно сказать, готовился, я вот так считаю. Я рад, что мне выпал шанс заявить о себе людям. Так что я пришел сюда, чтобы выиграть. Эффектно заходит на сцену. Слушай, ну чувствует он себя как дома, ведь он на улице. Неплохо, неплохо. Да, вот за это мне и платят. Давай, Артур, покажи нам класс. Так, ну что ж, старт, да. Ой, смотри, смотри, не используя рук, просто пробежал. На какой улице он тренируется, ради бога. Посмотрим, как он пройдет второе испытание. Хорошо ли оттолкнулся, сейчас проверим, Артур. Хорошо, поехал, вообще. Отлично, отлично. Но сейчас его ожидают дрожащие камни. Смотри, даже не стал настраиваться, думать, сразу прыгнул на эти камешки. Да, видимо, он очень хочет все-таки добраться до гонки лидеров. Напомню, два лучших участника нашего отборочного тура проходят в гонку лидеров, а это дуэль один на один за право выйти в финал. Кувырком завершает сложнейший этап. На публику немного работает. Куда без этого, ну куда без этого. Ну что ж, молодец. Нужно проползти по сетке до платформы, не коснувшись воды. Аккуратно, выше! Выше! Господи, меня с ума сведут! Очень резво, очень быстро. Слушай, вот посмотришь на него и думаешь, да? Да я и сам вообще это пройду, как мне век делать. Не торопись, Артур, не торопись, я за тебя, я за тебя. Зрители за тебя тебя поддерживают, отсчитывают. Так, что он сейчас что хочет, двумя руками туда прыгнуть или... А, я понял. Ну, он сначала раскачался, подумал о том, чтобы прыгнуть, но потом решил всё-таки полегче выбрать путь. Молодец, Артур, настоящий народный герой, он тренируется на улице. Пожалуйста, давай, давай. Умничка, умница! Ай, красавчик! И теперь только в гору. Теперь только в гору, Артур, вперёд! Ну что ж, Артур, последнее испытание сразу! Ой, как быстро побежал! Как быстро! Не торопись, ещё две попытки есть, не торопись, Артур. Выдохни. Давай, 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 работай, 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 ищу! Подожди, переведи дух, брат, стой, остановись. Он на тебя смотрит, на тебя ищет, вот. Я сейчас тоже переживаю за неё. Давай, 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 беги, 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 беги! Есть! Есть! В третьей попытке! С победной! Молодец, Артур, давай! Да! Ура! Он искал тебя глазами, и тебя увидел. Просто слов нет, одни эмоции, ребята. Что здесь происходит? Поздравляем тебя! Кому посвятишь свою победу в случае? Твоей любимой жене я посвящаю победу. Кристине, тебе люблю. Когда две попытки неудачные были, уже надежда покидала меня. Я посмотрел на Кристину, и Господь просто мне дал руку. Я запрыгнул. Спасибо всем! О, тело, это круто! Спасибо, спасибо тебе! Отличный результат, мы тебя ждём в следующем этапе. Спасибо! Видите, не только тренировки способствуют победам, но и любовь. Любовь! История, которая была в жизни у следующего участника, звучит как крутой киносценарий. Он буквально вернул себя с того света и стал мощнейшим атлетом, готовым покорить полосу препятствий. Шоу «Русский ниндзя». Моя жизнь перервалась 10 лет назад. Тогда, когда я получил ранение сердца, несовместимую с жизнью, и умер на операционном столе. Благодаря хирургу, который неоднократно пытался меня воскресить, я вернулся к жизни. Это ранение дало свои последствия. И я был вынужден прибегнуть к очень тяжёлой операции на открытом сердце. В 100% случаев после подобных тяжёлых операций люди боятся жить. Но это не про меня. Я просто не знаю, что сказать, когда слышу подобные истории, кроме восхищения. Нет эмоций. Как только я очнулся в реанимации, я стал выкарабкиваться шаг за шагом, не давая себе возможности ни жалеть себя, ни подать какое-то уныние. На данный момент грудина скреплена железными лигатурами. Но это не является помехой для меня, для того, чтобы я активно занимался спортом. Лёгкой атлетикой, тайдюцуань, кунг-фу, конкур, метание ножей, дюдо, чем я только не занимался. Буквально спустя несколько лет я уже выступал на помосте с атлетами и делал какие-то достижения спортивные, те, которые у меня не были до этого ранения. Я в проекте «Русский ниндзя», чтобы показать, что не существует никаких рамок. Всё зависит только от твоего желания и от твоего духа, от твоего сердца. То, что я уже здесь, это уже победа. Лично для меня. А дальше, как Бог даст. Ну что ж, Виссарион подбегает уже к стартовой площадке. Вот-вот начнёт своё восхождение на Олимп. А под Олимпом я имею в виду Малую Гору. Я, честно говоря, до сих пор не могу отойти от истории, что человек с того света, по сути, к нам вернулся. Ещё и дважды. Это, это, это жесть какая-то. Ну что ж, Виссарион, тем временем, он уже начинает. Проходит одну, две, уже три косые ступени позади. Давай! Давай! Поддержит его публика. Давай! Человек с такой историей, достоин того, чтобы быть здесь, на Олимпе, достоин того, чтобы носить звание русского ниндзя. Посмотрим, получится у него или нет. Аполлон, просто гречи, просто Аполлон. Ой, некоторая заминка вышла сначально, ты видел? Ой, импульс. Безгон! Ай, держись! Ай, держись, держись! Ай, как же обидно, как же обидно, сантиметры. Ты видел, что произошло? Перископ в самом начале зацепил один из матов, на которых стоял наш участник. Из-за этого потерял вот этот импульс, потерял эту скорость и не дал возможности ему перескочить. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Виссарион, я сказала, что похоже на древнегреческого бога, но здесь явно Посейдон. Ну да, и сегодня это доказал в сегодняшней передаче. Небольшая какая-то заминка произошла у меня с этим бревном, но такова судьба Посейдона сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ Судя по всему, Вилли Сирен не особо расстраивается. Да, и самое главное, что все телезрители женского пола сейчас в восторге от его мокрой майки. Наш следующий герой, Александр Гридин, уже известен многим благодаря тиктоку. А там Моргенштейн, если что, ребят, кому интересно. Меня же сейчас четко говорят и ассоциируют, ты тиктокер. У нас тиктокеров ассоциируют сразу с какими-то немножечко дурачками. Но посмотрим, может ли помочь наличие трех миллионов подписчиков на нашей трассе. Спойлер нет. Я хочу, чтобы люди в медиапространстве хотя бы точно убедили, что ребята-тиктокеры, которые якобы ничем не занимаются, снимают глупые видео, также занимаются спортом и многими другими делами. Но здесь, здесь мы хотя бы покажем свою сильную сторону в спорте. Жду, 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 что меня показали по телевизору. Мама его посмотрела, сказала, правильно, сын не просто так уехал в Москву, чем-то занимается. Ну что ж, гордое знамя всех тиктокеров сейчас несет Александр на стартовую площадку. По-моему, он забыл идти в футболку, или так и задумано? Да, какая разница, эти тиктокеры и они, кто их поймет. Не то, что мы уже взрослые дяди. Согласен. Ведущий на федеральных каналах. Ну что, погнали. Давай в тиктоке, а видео обычно длятся несколько секунд. Посмотрим, сколько ты продлишься на трассе. Надеюсь, твое прохождение тоже продлится. Отлично, отлично. Ну что, давай. Я за него, ты против. Погнали. Александр, я не знаю, чем ты занимаешься на тиктоке, в тиктоке. Как вы вообще правильно говорите, я не знаю. Посмотри, сердечко показал, как это мило. На самом деле у меня нет абсолютно никакой ненависти к тиктокерам. Моя любимая женщина, жена, она, жена этим грешит. И ничего, нормально. Грешит, как ты сказал. Ай, спалился. Ой, чуть не упал, лучше бы упал. То есть молодец, отлично. Пока ты расскажешь о грехах своей жены, Александр проходит уже два этапа и подходит к третьему, одного из самых коварных. Дрожащие камни. Я думаю, на самом деле он сюда пришел, чтобы потом вырезать с эфира несколько тиктоков для своего профиля. У тебя получится. Блин, не знаю, двумя, одной. Одной? Сразу встать. Как проходить? Быстро, медленно, что делать? Посмотрим, как эпично справится с этим препятствием Александр. Осторожно. Без рук, Саня, без рук. Руками не трогать, нельзя. Такое нужно говорить, держись! Держись! Вот это! Из этого точно можно сделать тикток. Наверное. Я думаю, это попадет во все хайлайты нашего шоу то, как тиктокер с более чем тремя миллионами подписчиков оказался на дне нашего бассейна. Саш, это было очень красиво. Да, обидно немножечко за эту фигню. Я думаю, если бы я это прошел, получилось бы дойти. А получилось, как в моем блоге. Не декабрь, а утонул в Титанике. И правда похож! Так, друзья, Ростов, ДГТУ, Фухаус, Москва, всем привет! Непонятно, что это прошло, но да! Всем привет, Сашка! Самое главное, что я поучистывал, мама, папа, я старался. Это был тиктокер прямиком со дна Александр Гридин. Как Ди Каприо в Титанике. Только этот, блин, к сожалению, выжил. Как в выжившем тогда. Ой, я на самом деле правда люблю тиктокеров. В скобочках нет. Да что такое, а? В кавычках люблю. Не получается брать. Следующая участница моя коллега. Зимфира Алиева. Чемпионка России и призер чемпионата мира по ММА. В спорте я всю свою сознательную жизнь, все детство я дралась, я любила драться. Я была такая слишком активной. С мальчиками бродила где-то, нашли секцию бокса, заглянули, начали заниматься. Ну и все, я осталась, пацаны слились. Мой папа был против, и он мне запрещал заниматься спортом. Я ходила на тренировки тайком, как бы я скрывала от него. Но в какой-то день я выиграла все, что могла выиграть уже у нас в городе. Мне пришлось признаться папе, я у тебя тут самая сильная в городе. И после этого он даже гордился мной. Своим участием в проекте я хочу показать, что девочки тоже могут все достаточно просто захотеть. Ну она похожа на девушку, которая с легкостью преодолеет все эти препятствия. А потом навешает нам люлей с тобой. Слушай, меня еще никогда не била женщина. Нет, неправда. Только они меня и бьют. Есть старт, поехали. Посмотрим, как преодолеет первое препятствие, как она справится. Две косые ступени позади, вот она уже на третий. Ну так какой-то ритм уже выработал небольшой. Вперед не болит, даже разбег. Так, впереди самое сложное. Хорошо. И первый этап пройден. Есть, есть, есть. Давайте поддержим нашу участницу. Земфира подходит к перископу коварному. Хватай его всем тельцам и лети. Не самые, конечно, большие габариты у Земфира. Здесь, скорее, это минус, потому что нет той же самой инерции, как у таких более габаритных участников, спортсменов. Нет, Сарис, стартануло очень бодро. Ай-яй-яй! Хорошо. Молодец, молодец. Вовремя, вовремя она отпустила. Спасибо, говорит, спасибо проекту. Спасибо Этракси, спасибо организаторам и всем зрителям, которые ее поддерживают сейчас. Так, подошла, посмотрела на грибочки, на зрителей. Думает, что делать. Смотри, ножки-то коротенькие. Ай, как же она будет совершать тот самый длиннющий шаг? Не самый внушительный рост у Земфира. Это, наверное, кто-то из ее друзей пришел ее поддержать. На трассе третье испытание «Дрожащие камни». Одно из самых сложных. И шаг. Растяжка, координация, стебулярный аппарат. Все здесь работает. В общем, у наших спортсменов то, может быть, что не так часто приходится использовать в обычной жизни. Так, смотри, тем не менее она уже на третьем камушке. И впереди самые сложные вот эти широкие шаги. Расстояние увеличивается, да, с каждым следующим камнем. И повышается или понижается уровень. Ай-яй-яй-яй, держись! Держись, держись, держись. Каким-то образом, каким-то образом она себя спасла здесь, не понимаю. Смотри, самый длинный шаг и такой легенький. Летящей походкой, как говорится, я прошла камни. Ага. Да, 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 да. Чуть-чуть остается два. Камушка и платформа. Ну, здесь не самый сложный длинный шаг. Здесь справляемся. В конце нужно еще... Ой, нифиговый такой прыжочек сделать. Отлично, отлично. Молодец, умничка! Препятствия позади, ровно половина дистанции. Ой, подружки, смотри, аж плачут. Хорошо, сосредоточены, Зимфира. Молодец. Смотрят вперед. Ну что ж, навесные кольца может быть непростым для нее испытанием. Как ты думаешь, все-таки длина рук здесь может быть решающим фактором. Но зато мощь рук какая. Мощь рук и мощь духа у Зимфира. Думаю, немало лиц было этими руками помято. Смотри, пока что довольно уверенно. Надеюсь. Нужно, конечно, раскачаться здесь, да. Наши лица останутся такими же красивыми и целыми. После встречи с Зимфирой я уверен, что у нее есть все шансы сюда добраться. Подожди, застревает на втором кольце, застревает. Раскачаться нужно вперед-назад. Давай, давай. Не дотянулась, не дотянулась. Не хватает, есть чуть-чуть длины, наверное, рук. Нужно раскачаться куда сильнее, чтобы перехватить. И все! Есть третье кольцо. Молодец, молодец. Так, впереди самое большое расстояние. Следующее еще дальше. Это вот здесь уже, конечно, сомнения закрадываются, но мы болеем. Раскачат коварная наша трасса, коварная. Видишь, кольцо не зафиксировано в верхней точке, оно немножко ездит туда-сюда, тем самым не давая так уверенно раскачаться. Болись! Очень хочу, чтобы как можно больше представителей с женского пола добрались до этой кнопочки и составили конкуренцию этим непритым. Конечно, не вы! Увы, коварная, коварная трасса все-таки у нас на шоу «Русские ниндзя» Земфира Алиева была близка к тому, чтобы завершить четвертое испытание, но, увы, она оказалась в воде. Сейчас ее будет встречать Ида Галич, чтобы взять несколько комментариев и, наверное, поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ Осторожно! Они были очень далеко, это нечестно! А, у них маленький рост, но я всегда была. Здравствуйте! Земфира, это было просто превосходно! Спасибо! Ты гордишься собой? А-а-а! Моя хорошая, мне еще работать! АПЛОДИСМЕНТЫ Отборочный тур нашего шоу продолжается! Сейчас очередь Александра Буга. Он самый обыкновенный учитель физкультуры. Я стал тренером не просто так. Я потерял родителей. Мой тренер стал мне в каком-то смысле отцом. Открыл для меня мир спорта. Он был для меня примером, наставником. Я хотел подражать и стать таким, как он. И в итоге я стал учителем. Сейчас стараюсь быть примером для всех остальных ребят, у которых я веду урок физической культуры, кому я преподаю тренировки по баскетболу. Естественно, я пошел на русский ниндзя, чтобы мои ученики гордились своим учителем. Хочу показать своим ученикам, что все в этом мире возможно. Пройти самую сложную трассу в мире. Это возможно. Мои баскетболисты, смотрите и болейте за меня. Надеюсь, я вас не подведу. АПЛОДИСМЕНТЫ На такие уроки физкультуры я бы сходила, честно говоря. У меня, возможно, стереотип в голове по поводу учителей физкультуры, потому что у меня обычно это были пузатые мужички, которые, ну, вряд ли пробегут хоть один кружочек, понимаешь? А здесь прям заряженный парень. Ну что ж, на стартовой площадке обратный отсчет. Погнали! Ну давай, покажи, покажи. Ну давай, хорошо. Так, хорошо начал. Активно перепрыгивает практически. Старается даже руки не сильно использовать. Расчетлив, осторожен, но и медленно. Александр, молодец. Первый этап позади. Сейчас Перископ. Тот самый коварный. Перископ. На шаг ближе к пяти миллионам. И на шаг ближе к тому, чтобы стать звездой своей школы. Он держит талант, держится только руками. Молодец. Все-то я спроорался. Сердце югает, когда наши участники спрыгивают с перископа. Сейчас его ожидают камни. Будет брать бегом. Зал отговаривает его, Болл, не надо. Что ты делаешь, Александр? Ты не говори с ними, просто беги, брат, давай. Нет, смотри, все-таки не побежал. А, ну осторожно пошел. Не побежал. Ладно, хорошо. Так, второй шаг. Третий. Хорошо. Широко расставляет руки, низко опускает таз. Здесь держит баланс неплохо, Александр. Неплохая физическая форма. Держись, держись, держись. Согни немного колени. Очень сконцентрирован, Александр. Молодец, молодец, Александр. Отлично. Половина пути позади. Да, один из самых сложных этапов. Навесные кольца. Здесь исключительно используя силу рук, должен обходиться наш атлет. Здесь главное не окунуться в воду. Поэтому лучше цепляться предплечьями, как ему подсказывает наша всегда радостная, доброжелательная публика. Выше, 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 выше. Умничка. Молодец. Да что молодец, я тоже так могу. Так все могут. А вот упасть красиво, а это надо постараться. Ну что ж, пятое испытание. Давайте поддержим, Александр, трибуны. Хорошо. Нашел свой темп немножко. Руки согнуты. Хорошо, пока сила есть. Как же я им не завидую, нашим участникам. Хорошо. Сейчас нужно перебрасывать через этот шпиль. Молодец, отлично. Супер грациозно сошел просто. Ну что ж, заключительное испытание. Малая гора. Сразу же ждет эту ладошку. О, по-моему, подскользнулись его ноги. Прям в самый последний момент, перед последним заключительным шагом, который надо было совершить и оттолкнуться. Саша, выдохни! Итак, вторая попытка. Давай! Давай, давай, да! Да, отлично! Да! Браво! Со второй попытки. Браво! Александр Буга! Ось! Поздравляем тебя, поздравляем! Теперь звезда твоей школы не только я, но и ты. Поздравляем! Ну что ж, это был Александр Буга, претендент на полуфинал. Напомню, что в полуфинал попадут лишь 10 атлетов, показавших лучший результат в отборочном туре. Еще один возможный претендент, чтобы попасть в полуфинал, Павел Евстратов. Он увлекся гонками с препятствиями лишь после 30 лет. Но это не помешало ему успешно преодолеть первые пять испытаний нашей трассы. Заключительное испытание. Малая гора. Или, как говорит Элишер. Малая. Ну что ж, старт. Побежал посередине, излично, уверен, уверен. Первый раз, да! С первой попытки Павел Бьет и показывает. Аплодисменты! Расширяем границы нашего шоу. Не зря же оно зовется международным. Эфет Анай, Турция. Я блогер-путешественник, объездил больше, чем 70 стран и решил остаться в России. Чуть прохладно, но нормально, ничего страшного. Класс, класс, класс. Расширяем географию нашу. Я рад, что я здесь. Девушка по имени Эльвира осуществила мечту всех девочек российских, всех девочек, которые смотрят турецкие сериалы. И влюбила в себя горячего турецкого парня. Да, именно так это было. Я первая написала ему. Я очень хочу стать русским ниджем, на самом деле. Ну, давай! Эфе, вперед! Как вперед будет по-турецки? Ты не в курсе? Э-э-э... Спасибо. Да. Ну что ж, первое препятствие. Как? Наташа. Может быть. Посталась последняя ступенечка. Хорошо, хорошо. Высокий очень эфе. Или тона эфе. Переживаешь? Очень сильно. На себя! Качай на себя! Держись! Держись! Молодец! Публика поддерживает русского турка. Он уже делает первый шаг на камень. И опасно! Ты держишься, ты держишься. Ты держишься. Шатается, как будто танцует сейчас. На месте стоит такое ощущение. Какой-то турецкий танец исполняет эфе. Первый шаг, самый важный. Хорошо удержался. У меня прям ёкнулся на груди. Держись, немного осталось. Ты идёшь, ты держишься. Ты держишься. Рука. Да, да. Рукой задел один из камней. Досадная ошибка, обложенность. Ну что ж, это решение судей было касание рукой одного из камней. Увы, это дисквалификация для нашего участника. Давайте его поблагодарим. Спасибо, Афея. Удачи! Напомню, что за прохождением полосы наблюдают международные судьи. Правила едины для всех стран. В проекте «Русский ниндзя-2021» в Сочи на первом отборочном туре также были дисквалифицированы москвичка Екатерина Шевелёва за касание ногой основания косых ступеней. Участник «Дома-2» свет Амур Мандезир за касание дрожащих камней рукой. И юный скалолаз Вячеслав Краснопёров за это же нарушение. Вот она, красная сирена. Это значит, что было. Увы, правила есть. Правила, и их нужно соблюдать на нашем самом честном спортивном шоу. К сожалению. Мне тоже очень-очень жаль. Ну, расстроен, конечно, как без опера. В войне обидно, это правда. Слёз не будет. А сейчас очередь самого молодого участника сезона. Юрию Прокудину всего 17 лет. Отец с детства готова его именно к участию в шоу «Русский ниндзя». Юрий постоянно тренируется, ездит на соревнования по ниндзя-спорту и даже занимает призовые места. Я хочу уже попасть на этот проект в около 4 лет. С первого же взгляда на этот шоу в 2017 году я зарядился просто этими эмоциями. Сразу пошёл в зал, захотел покорить Дмитрия Аму и все остальные препятствия. Что ж, я очень надеюсь, что Юрий не зря потратил на это лучшие годы своей жизни. Юрий, сделай это красиво! Ну что ж, пока все его одноклассники или одногруппники сидят у экранов, Юрий умело преодолевает косые ступени. Первый участник за долгое время, кто так резво начал и прошёл легко эти ступени. Хорошо поехал вообще просто. Молодец, Юра! Отлично! Молодец, два испытания позади. Сосредоточенный, сосредоточенный уже подходит к нашим дрожащим камням. Без остановки, без остановки встал на наши дрожащие камни. Ой, смотри, у него прям взгляд бешеный, смотри. Юрий тренирует его отец, и даже не знает, кто сейчас больше переживает. Юра уже проходит до середины дистанции, даже преодолевает середину. Вот она, молодая кровь на нашей программе. Красиво! Отлично, отлично! Четвёртое испытание перед ним, навесные кольца. Я думаю, что должен пройти. Красава, школьник, молодец! Молодец! Молодец, молодец! Ой-ой-ой! Тихо, аккуратно! Плотнее, пожалуйста, ближе к сетке. Поддержку мы его слышим на трибунах. Предпоследнее испытание. Пятое. Разводной мост. Тут какой лёгкостью он преодолел предыдущие кольца. Я думаю, что здесь не должно вызвать большого труда и сопротивления. И вот, скоро мы его увидим уже на Малой горе. Но не будем загадывать. У-у-у! Ты посмотри! Он как будто по квартире своей так же перемещается. Вполне возможно, кстати, спросим, как он готовился. Отлично, отлично, Юра! Хорошо! Супер! Сразу побежал! Сразу! Давай, есть! Есть, Юра! Юра, молодец! Юра, лучший, красавчик! Молодец, Юра, поздравляем! И юный атлет ворвался в рейтинг лучших за сегодня и стал четвёртым, кто смог забраться на Малую гору. Ну а сейчас неожиданный поворот, особенно для нас, ведущих, у которых есть сценарий. Нашу полосу препятствий будет проходить отец Юрия, Николай Прокудин. Я отец семьи, семьи спортсменов. Мы вместе, потому что прошли отборочный кастинг и попали на это шоу. Ну я желаю тебе показать пример. Братьям, хочу, чтобы ты прошёл, преодолел препятствия. Желаю тебе удачи. Да. Так, ну что, посмотрим, какой батя крутой пример для сына, или, может, наоборот, сын крутой пример для бати. Сын задрал планку так высоко. 2 минуты 15 секунд. Смотрим на отца. Ну давай. СТС, семейный телеганал. Семейные русские ниндзя. Давайте, Николай, вперёд! Чуть медленнее, чем сын, по-моему, здесь. Чуть больше времени у него уходит, всё-таки возраст. Возможно, сейчас он покажет сыну настоящий мастер-класс, как нужно проходить эту трассу. Ай-яй-яй-яй! Нет, нет, как так? Коварное, коварное препятствие. Перископ. Но у семьи Прохудиных ещё остаётся шанс завоевать 5 миллионов рублей. Теперь вся надежда на сыне. АПЛОДИСМЕНТЫ Некоторые участники на нашем шоу хотят выделиться не только безупречным прохождением трассы, но и своим внешним видом. На старте Алексей Надеждин, который явно искал костюм дольше, чем тренировался. Мой образ сегодня представляет воина света. Одеваю костюм, и как будто в тебя вселяется ниндзя. Я думаю, это отчасти может помочь. Ну что ж, костюмчик действительно достойный, да? Ну, в таком костюме что ещё делать, если не красоваться, правильно? Просто если он упадёт на первом же препятствии, будет очень обидно. Снимаюсь с кино каскадёром. Будет очень много трюков. Крутых и самых лучших. Я обычно говорю препятствию. Иди сюда! Ой, смотри, исполнение какое-то происходит. Пафоса достаточно нагнал. Посмотрим, что он покажет на трассе. Полный вперёд, Алексей! Таймер прогудел. И давай, показывай, как это делается. Пока неплохо. Смотри, смотри, как прям реально тянет ножку, как ниндзя. Вот, ай! Смотри, он даже как бы когда ошибается, но не дрожит. Отыгрывает до конца, отыгрывает. Молодец. На самом деле одежда, она ведь поведение определяет. Да, она определяет твоё поведение. Он сейчас цепляется. За наш перископ отталкивает. О, я на секунду подумал, что он не удержится. Ну что ж, два препятствия позади. Третья – сражащие камни. Ну, здесь он должен обрести полный баланс с телом и духом. Самим собой главное, да. В таком костюме нельзя падать. В таком костюме по воде можно ходить, не то что по дрожащим камням. Очень бы мне хотелось на это посмотреть. Давай, давай, осталось пару шагов. Всего лишь пара камней, и ты там. Давай, прыжок есть. Молодец, молодец, молодец. Просит поддержки. Давайте дадим немного шума. У тебя отличный костюм. Ты очень красивый. И хвостик супер. Прическа отличная. Костюм классный. Давай. Середина дистанции. Сейчас на весных кольцах. Исключительно силой рук, силой духа можно пользоваться на этом препятствии. Алексей, будь осторожен, костюм. Плотнее. Нет? Выше. Капюшок. Вот и костюмчик. Вот и подлёк. Увы, увы, вот мы увидели то, чего так боялись. Да как же так? Я же кричала. Когда предмет гардероба касается воды, поверхности воды, увы, это дисквалификация. Но зато ты красивый. Красивый. Заканчивают. Надеждин Алексей. Путешествие на нашем шоу «Русские ниндзя». Говорила мне бабушка, делами занимайся, а не выпендривайся. А вот и своим сальто он подытожил эту фразу. Аплодисменты Алексею! На очереди настоящий профессиональный спортсмен. Трёхкратный чемпион мира под скалолазанью. Заслуженный мастер спорта и реально мощный атлет. Станислав Какой. Между прочим, мы могли бы увидеть Стаса в американской версии нашего шоу. Но он оказался настоящим патриотом. У меня был соблазн участвовать в американском ниндзе. Но я специально отказался ради участия в шоу «Русский ниндзя». Очень долго к этому готовился. Даже попался в проруби всю зиму. Всё-таки одождался. Ура, я здесь, я буду участвовать и буду бороться. Давай будем откровенны, честно. Ты знаешь, он просто в американском шоу не прошёл, да? Говорят, что прошёл и отказался. Победа в шоу «Русский ниндзя» даст мне посмотреть на себя абсолютно с другой стороны. Да, я амбициозный спортсмен, но все мои амбиции я видел на скалодроме. Здесь будет абсолютно другая атмосфера, другая трасса. Хочется побыстрее уже выйти на трассу и просто разломать все эти препятствия и добраться до вершины. Следите за мной, с вами тот самый «Кокос», и он обязательно задаст жару этой трассе. Станислав Кокорин, Тюмень. Жена Станислава, Наталья, здесь волнуется, переживает и желает удачи мужу. Удачи мужу. Погнали. Ну что ж, смотрим. Очень мне хочется у него спросить, почему же он решил всё-таки здесь участвовать? В смысле? Я же сказал, он оказался настоящим патриотом, ему просто нравится телеканал СТС. А-а-а, я понял. Ты здесь стоишь, в конце концов. О-о-о, не коснулся он ногой, интересно, Володя? Вроде нет, пока продолжаем, пока продолжаем. Как думаешь, получится пройти? Да, уверена. Ай-яй-яй! Давай, давай, давай! Те самые дрожащие камни, которые сейчас очень сильно дрожат под ногами. Стассян, давай, давай! Сейчас прям замирает всё в груди. Молодец! Да! Отлично! Наконец-то повод для радости для нас всех. Ну что ж, сейчас навесные кольца, половина пути позади. А ты знаешь, если он выиграет, на что он хотел потратить свои 5 миллионов рублей? Ну-ка. Он хочет снять новый клип для тебя. Так, так, подожди, мне нужен новый клип. Молодец, молодец. Давай, Стас, давай! Предпоследнее препятствие. Разводной мост. Зрители помогают, отсчитывают ему количество этих штырей, которые ещё нужно преодолеть этими тяжелыми кольцами. Стас, давай, Марион распрямил руки. Это значит, что тяжело, тяжело уже держать их в согнутом состоянии. Удержись, удержись. Удержись. Рывок, ты сможешь. Хорош, давай, давай, давай. Ещё одно раскачивание и можно прыгать. Есть, молодец, молодец. Супер. Финальное испытание. Малая гора. Мы тебя ждём здесь. Что, сразу решил бежать? С такой лёгкостью. Супер, супер. Здравствуйте. Привет. Это было супер, поздравляем тебя. Неважно, как ты прошёл, как ты готовился. Реально потрачу бабки на клип мне? Да, дешёвый получится, правда, да, клип? Да нормально, нормально. Я добавлю. Может, ты мой фаворит. Всё. Он сразу в финал. Это личное моё судейское. Посмотрим, пойдут ли судьи на поводу у тебя, Алишер. Мы тебя поздравляем. Точно ждём тебя в следующем раунде. А возможно, и в гонке лидеров. До встречи. Да. Моя мама перед Ладойой привет. Привет ей. Так что тебя не служат не только школьники. Мам, привет. Твоя мама школьник? Нет. Не только школьники. Мам, привет. Отличный сын. Вот такой. Спасибо. Давай. Всё, давай. Ой, очень надеюсь, что он выиграет. Очень надеюсь, что он победит, потому что все же мы хотим новый клип Моргенштерна. Правильно? Правильно. А между прочим, Станислав только что обновил лучший результат за сегодня. Да ладно? Да ладно? Так я... Фу. Мой пацан. И я напоминаю, что только двое самых быстрых попадут в гонку лидеров, победитель которой окажется в финале, минуя полуфинал. И на данный момент вместе со Станиславом Кокориным претендентом на гонку лидеров является Артур Нидерквель. Но отборочный тур продолжается. Посмотрим, изменится ли расклад. Пришло время представить следующего атлета. Михаил Макеев. У Михаила крайне любопытная профессия. Он учит людей выживать в дикой природе. Меня закаляла стихия. Другие участники готовились в фитнес-залах, а я в естественной среде. Я испытывал себя холодом, голодом, длительным ожиданием, изнуряющими физическими нагрузками. И прокачивал свою силу воли, морально-волевые, качества. И я считаю, что я заряжен на 100% и готов составить серьезную конкуренцию всем спортсменам. Говорят, что стихию покорить нельзя. На самом деле это так и есть. А трасса «Русский ниндзя» — это совокупность пластика, металла. И ее можно покорить. Чего я собираюсь сделать и нажать уже заветную кнопку. Ты смотри, как рациозно. Давай, Михаил, мы тебя ждем. У тебя три попытки. Можешь не спешить. Главное — взобраться наверх. Кнопку эту увидишь, да? Нажать надо на нее. Давай, покажи, как она нажимается, эта кнопка. Собирается с мыслями сейчас Михаил. Разбегается. Эй, ай, чуть-чуть. Сантиметры, сантиметры. Я знаю тактику, надо его разозлить. Да ты не сможешь вообще. Не, не получится. Забей. Все, забей. Плохой полицейский, хороший полицейский. Давай, Михаил, ты сможешь. Это невозможно. Не, братан, забей. Успокой нервы. Забей. Соберись. Это невозможно. Быстро, быстро, быстро набирай скорость. Да ты не сможешь. И прыгай. Ты не сможешь. Вперед. Не, не сможет. Ты не сможешь. Нет, смотри, видишь? Есть, есть. Я же говорил, Михаил. Вот он, настрой. Хорош. Просто красавчик. Твой брат. У тебя брата есть девушка? Нет, свободен. Отошла. Я встречаю Михаила. Пожалуйста, не бей меня. Я специально выбрал такую тактику, чтобы тебя разодорить. Поздравляю тебя, Михаил. Красавец. Как ощущения, когда с первого раза не взял Малую гору? Что ты думал? Слушай, меньше всего сомневался, на самом деле, в рампе. И, может, чуть-чуть поспешил, либо, наоборот, чуть замедлился. Главное, прошел. Главное, вот, нажал. Спасибо большое, Михаил. Надеемся увидеть тебя в следующем этапе. На этой полосе ты выжил. Давай. Красавчик. Миша, родной. Ну, а если вам нравятся голые мальчики, то следующий участник вам точно придется по душе. Раздевайся. Да, обожаю свою работу. Зеленков Влад. Москва. Молодец. Красавчик. Не подвел старушку, я верила. Моё участие в проекте «Русские ниндзи» – это полнейший голый энтузиазм. Я готов покорять своей красотой. Красавчик. Совсем чуть-чуть отделяет тебя от шанса пройти в следующий этап полуфинал. Вот это да! Хорошо. Есть, есть. Не очень элегантно, но эффективно. И Влад уже здесь, перед финальным испытанием. Давай. Мы тебя ждем. Давай, мы за тебя болеем. Владислав, сними все это! Сними свои оковы! Влад, три попытки. Давай, первая, пошла! И нет. Увы, увы, мы даже не увидели его рук здесь. Влад, тебе мешает одежда! Сними все! Влад, выдохни, у тебя еще две попытки. Не торопись, нужно хорошенько разогнаться и вовремя прыгнуть, уцепившись пальцами за край. Давай, Влад, разгонись, не думай ни о чем. Хорошенько разогнаться. Есть! Молодец, Влад! Хорошо, нажимай заветную кнопку. Красавчик, да, у него получилось! Влад, поздравляем тебя, иди сюда. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Волнение, которое только что, мне кажется, наступило. Ида очень мечтает, чтобы ты разделся сегодня, обрадуешь ее. Это не я, это мы все! Влад, ну что ж, поклонников у тебя сегодня точно прибавилось. Благодарим тебя и увидимся, надеюсь, в следующем раунде. Иди к этой голодной женщине, иди к этой голодной женщине. А что, Ида, я просто работаю, свою выполняю. А теперь участница, которую я ждал больше всего. Ведь она чемпионка Москвы по фитнес-бикини. Я, правда, точно не знаю, что это, но там есть слово бикини, и мне это нравится. У меня попа сильная, а ручки не очень. Я просто выйду, кайфану, сделаю все для себя, просто, ну, по фану. Вот в зал хожу, для эстетики, да, но... А что, вопрос какой был? Я забыла! Елизавета Полыгалова, Москва! Ну что ж, не ты один ждал эту участницу, я думаю. Взбудоражилась наша публика, особенно мужская половина. Можно вот все про каждение вот так снимать, пожалуйста? Мы будем его комментировать. Ладно, таймер протерел, и... Поехали, Елизавета начинает, начинает. Ой, да ты что, да подожди, давай. Она слишком сильно прыгнула. Можно, пожалуйста, подольше проходить эту полосу? Задержись на нашей полосе, точно. Мы хотим увидеть участницу здесь, на вершине, поэтому постарайся. Елизавета сосредоточена. Неправильно выделять любимчиков, но я буду. Давай, выигрывай. Добирайся до нас. Потрогай нас. Нажми на кнопку, нажми на наши кнопки. Ладно, говорю за себя. Нет! Увы! Только мы начали получать истинное удовольствие от афетизма. Но если хорошие новости, она промокла. Я сдерживаюсь как могу. Мы благодарим Елизавету за участие, за ее прекрасную попытку. Она прошла, успешно прошла первые испытания. И, увы, и ах... Ой, ты посмотри, а ты посмотри, что делает. Не сильно, зато эффектно. Очень красивая Лиза, невероятная. Наслаждение смотреть на вас, Елизавета. Спасибо, Идочка. Очень хотела тебя обнять. Очень жаль. Сейчас на трассу выйдет человек, который в объявлениях не нуждается. Потому что это, внимание, олимпийский чемпион по гребле. И мой хороший знакомый Юрий Постригай. Я олимпийский чемпион по гребле на Байдарках. Двухкратный чемпион мира, двухкратный чемпион Европы, восемнадцатикратный чемпион России, победитель летней универсиады в Казани. Что меня привело на этот проект? Мне хочется чего-то необычного в жизни испытывать. И я увидел такую возможность, что есть какие-то невероятные просто тренажеры, какие-то турники, какие-то кольца вообще. Что это? И так меня привело вот на кастинг этого проекта. Это не то, чем я занимаюсь в обыденной спортивной жизни. 24 года гребу слева, справа, слева, справа. Конечно, мне хочется стать седьмым ниндзя, потому что какой спортсмен не хочет получить какую-то еще порцию адреналина, эмоций, радости, когда ты побеждаешь? Тут либо первый, либо никакой. Какие вам еще нужны доказательства, что вы смотрите крутейшее шоу международного уровня с лучшими ведущими, между прочим? Юрий, постригай! Москва! Каково это быть женой олимпийского чемпиона? Это волнительно. 12 лет я за него болею каждый раз. Давай, постригай. Неплохо с Юрой знаком, поэтому действительно лично переживаю за него. А, понятно. Все куплено, да? Ничего не куплено, все честно. Помимо того, что Юр очень успешный спортсмен, он примерный семьянин, отец, он ведет свой блог о здоровье, о здоровом образе жизни, о питании. У него куча подписчиков, куча фаллверов. В общем, он очень интересная личность. Давай, Юра! Господи, боже мой! Вот это вот прям вот нехорошая штука. О, вот оно, видели! Вот он, ваш постригай! Выбывает Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле. На втором этапе он не прошел наш перископ. Ну, если честно, я вроде все сделал правильно, оттолкнулся, но почему-то все пошло не так. Но это классика. К моему сожалению, мы прощаемся с Юрием Постригаем. Не зря трасса «Русский ниндзя» самая сложная в мире. Даже лучшие спортсмены России с ней не справляются. Также не прошли отборочный этап. Тренер Данила Котков из Кирова. Танцор Бачатый Александр Шихов из Екатеринбурга. И спортивный комментатор Александр Кузьмин из Пскова. А-а-а! Это было больно! Это выглядело очень больно. Ай-яй-яй-яй-яй! Как жестко он ударился! Вы видели? Но самое жесткое падение было, пожалуй, у фанатки аниме Дарьи Данилевской. Как она ударилась! Давай, давай, залезай! Нет! А-а-а! Не удержалась! У меня прямо слова застряли в горле. Увы, Дарья Данилевская заканчивает свое выступление на первом же этапе. А-а-а! Ты поранила! Даша в крови! Даша в крови! Господи, ты сильно ударилась. Тебе больно? Нет! Мне стыдно! За что? Ты что, с ума сошла? Ты такая умничка! Ты молодец! Аплодисменты! Милая, ты большая умничка! Многие мечтали быть на твоем месте. И ты здесь сегодня с нами. И эти аплодисменты в твою честь! Спасибо! Не расстраивайся! И быстрее к доктору! У меня у мамы день рождения. Можно я поздравляю? Конечно! Скорее поздравляй! Я хочу поздравить свою маму с днем рождения. Пожелать ей большого здоровья. Мне очень жаль, что... Перестань! Как маму зовут? Елена. Елена, у вас потрясающая дочь. Хоть немного и побитая. Вы нас простите, пожалуйста. Ну, шоу такое экстремальное. Бегом лечиться! Мы приближаемся к концу отборочного тура. И совсем скоро станет известен список полуфиналистов. На полосу выходит Дмитрий Долотов! Он тяжелоатлет. И ключевое слово здесь – тяжелый. Ведь он весит 90 килограмм. Что значительно больше многих наших участников. Я пришел на «Ниндзя» заявить, что 90-килограммовые тоже что-то могут. Конечно, будет все зависеть от самой трассы. Насколько она будет направлена на руки, на верх тела и так далее. То есть, либо ты кузнечик 60 килограмм висишь на одной руке, либо ты 90 килограмм висишь на одной руке. Ну, как бы разница существенная. А еще он в симпатичных лосинах, хорошо вернется. А еще он крутится альтухой. Итак, у нас Дмитрий готов штурмовать трассу. А другой Дмитрий, друг, готов его поддерживать. Дмитрий берет старт. Прыжок. Кстати, вот решил такими прыжками двигаться. Не задерживается на ступенях. Легко ему дается. Молосины в полосочку отлично подходят к этим полосочкам на косых ступенях. Боюсь, как они будут выглядеть, если намокнут. Посмотрим. Боюсь представить. Надеюсь, что нет. Ой, смотри, он даже решил не обнимать его ножками, а просто так. Дмитрий тяжелоатлет, это значит, что он поднимает тяжести. А-а-а. А поднимая тяжести в жизни... Просто значит, что он весит много. Поднимая тяжести в жизни, ему нужно многого достигнуть. Посмотри на Арнольда Шварценеггера, он стал губернатором Калифорнии. Или многое потерять, если переоценить свои возможности. Ну что ж, людям особенно тяжелым тяжело на таких камнях, потому что под весом они дрожат еще сильнее. Либо они дрожат, потому что увидели его лосины. Дрожат наши зрители. Давайте не будем кричать сейчас. Спокойно! Я думаю, на этом этапе и не стоит издавать резких звуков, потому что очень сосредоточен наш участник сейчас. Дмитрий уже почти прошел две трети дистанции позади, остается совсем чуть-чуть. И вот он, финальный рывок. Еще один шаг, молодец! Вот сейчас нашим зрителям можно его поддержать, создать шум. Давай, полосачка, рапкайся к нам. Четвертый нам впереди, навесные кольца. Я думаю, здесь особых проблем не будет. Сила верхнего плечевого пояса у тяжелоатлета должна быть внушительная. Мышцы он раскачал, осталось раскачаться на кольце. Ого! Эффектно, эффектно здесь. Спрышка, спрышка. Обычно спортсмен выбирает тактику перехватиться одной рукой, удерживая предыдущее кольцо, хватиться за следующее. И на сетку он тоже прыгает. Работает на публику, молодец! Это очень не в тех, кто смотрится, когда они так делают. Он прям вот за душу берет. Прижмись, Дима! Растянись, растянись! Растянись! Растянись, дядя! Хорошо. Все, дома! Дома! Дмитрий, разводной мост перед тобой и перед финальным испытанием. Малый голый. МС «Снега Руси» уже ждет тебя там наверху. Я, кстати, тоже в лосинах. Хорошо, что они снимают камеры наши ноги. Давай, Дима! Что-то не спешит он. Видимо, Веста вот и поканочку сыграла, а, небольшую, да? Вот сейчас, смотри, раскачала его сильно, мотает из стороны в сторону, не добавляет ему легкости. Он уже не останавливал ни одного спортсмена, увы! Ну что ж, зато мы посмотрим на его мокрые лосины. То, что мы хотели и не хотели одновременно с тобой видеть, во всей красе сидит сейчас на вершине бортика. Дима, мне показалось, или вы решили сдаться? Не, я не сдался. Просто слишком медлил, надо было побыстрее работать. Разводной мост стал для Дмитрия непреодолимым препятствием нашей полосы. Но следом за ним на нее выходит его друг. Он тоже Дима, и он тоже в лосинах. Ему удается успешно пройти первые четыре этапа, и сейчас перед ним тот самый мост. Увидим, как он справится. Надеюсь, лучше, чем предыдущая зебра. Да, надеюсь, этот мост его не разведет. Ту-тун-тун. Спасибо. Смотри, как прыгают пятности на его лосинах. Намного увереннее, намного увереннее выглядит. Хорошо, хорошо идет. Этот парень в лосинах поувереннее предыдущего парня в лосинах. Надеюсь, следующий парень в лосинах будет еще увереннее. Да я уж тогда не знаю, тогда это уже будет точно русский ниндзя. Хотя здесь нормально проходит. Молодец, Дмитрий, супер. Ну что ж, вот он уже в шаге от нас. Заключительный этап. Три попытки на прохождение Малой горы. Нужно забежать, ухватиться за край, тащить себя вверх и нажать заветную кнопку. Поехали. Так, первая попытка неудачная. Удачная. Шире шаг. Включи все четыре лапы, все четыре лапы. Еще две попытки. Давайте поддержим Дмитрия, нашего участника. Разбуди в себе животное, реально. Расконяется Дмитрий, бежит, бежит, идет. Я вижу эти ручки, я вижу он здесь. Есть, со второй попытки, уверен, он сбирается наверх. Молодец. Что чувствуешь сейчас? Гордость. Красавчик, молодец. Наши поздравления. Очень эффектно ты прошел, а еще эффектнее ты выглядел. Расскажи, откуда сложился такой образ у тебя? Дайте минутку. Проблем, я посижу пока. Давай, Леша, кайфани пока. Это образ жизни. Стиль это то, что невозможно выработать. Это то, что есть в тебе. Посмотрим, что ты придумаешь на следующем этапе. Какого цвета будут лосины? Смотрите на СТС. Дмитрий Федотов стал уже восьмым участником этого отборочного тура, которому удалось забраться на Малую гору и нажать на кнопку. Посмотрим, покорится ли трасса следующему участнику, тренеру Максиму Иванову. В жизни у меня есть две мотивации. Это спорт, которым я занимаюсь всю свою жизнь, и любовь. Это моя девушка. Деньги, которые я выиграю, 5 миллионов рублей, я потрачу на роскошное кольцо для своей девушки. Думаю, ей будет очень приятно и хочу связать с ней свою жизнь. Романтическая цель успешно довела Максима до предпоследнего этапа нашей полосы. Слушай, забавно, что он хочет потратить приз на кольцо девушки. Я думаю, это худшая мотивация этого шоу. Тем временем определенные трудности сейчас. Сможет ли он сейчас перепрыгнуть просто отсюда? Да сможет, конечно. Давай, давай, старайся, старайся. А, он хочет сразу прыгать, так он раскачивается мимо платформы. Мы видели, мы видели. Держись, держись, пожалуйста. Слушай, это опасно. Максим, мы видели, перепрыгивали отсюда уже участники в прошлом. Молодец, держись, супер. Я надеюсь, он в порядке. Это было, выглядело это достаточно болезненно. Я думаю, так было задумано на самом-то деле. Максим, молодец, последнее препятствие между тобой и заветной кнопкой. Ну что ж, давай. Есть, есть. Вот она, с первой попытки. Браво. Максим Иванов показывает восьмой результат отборочного тура. И осталось лишь три участника, которые попробуют изменить расклад. Станислав Кокорин показал отличный результат и удерживает позицию лидера. Автомобили Митсубиши тоже показывают себя хорошо и в городе, и в условиях бездорожья. Сочи. Олимпийский парк. Русский ниндзя на СТС. Мы продолжаем отборочный этап. Я напоминаю, что в нашем шоу участвуют люди с невероятной физической силой и удивительной судьбой. Сейчас на старт выходит Илья Ковалев. Он отец-одиночка, а значит, уже герой. Моя семья состоит из меня и моего ребенка. Я воспитываю сына. Мне кажется, у нас такие дружеские достаточно классные отношения. Ну, как это должны быть между двумя пацанами. Я этот сам еще пацан. Тоже люблю и в машинке с ним поиграть, и в приставку. Ну, что скрывать. Мне хочется, чтобы мой сын мой гордился. И поэтому я пришел на проект «Русский ниндзя». Я вообще не профессионал. Занимаюсь всем по настроению. Вот есть настроение сегодня бегать после работы, значит, я бегу. Есть настроение отжиматься, значит, отжимаюсь. Я здесь, чтобы показать, что человек, который профессионально чем-то конкретным не занимается, не имеет каких-то регалий, может показать себя не хуже. Илья Ковалев, Кольчугина. Головая байка. Давай, Илья. Первое испытание. Косые ступени. Расчетлив. Расчетлив Илья. Использует руки и ноги. Не торопится, но и не засиживается. Давай. Интересный факт, что он хочет набрать вес до 170 килограмм. Интересно, интересно. Обычно люди хотят похудеть. До 170 килограмм. Да. А Илья напротив хочет стать примерно в два раза больше. Я надеюсь, если эта мечта его сбудется, он придет к нам еще раз. Я думаю, за 5 миллионов рублей можно будет купить ровно столько еды, чтобы как раз набрать место. Как он уцепился. Просто это невозможно. Давай, давай. Он сможет, он сможет. Если он сейчас сможет, то я сам пойду проходить эту полосу. Как он, чем он сейчас держится? Я не знаю, по-моему, на морально-волевых он висит своих. Не знаю, каким местом потихонечку сползает. Надежда. Надежда всегда умирает последней. Надежда падает в воду последней. Сына его поддерживает. Давай, нужно просто пройтись по воде до конца. Ну, вставай на воду и до конца мата. Я не знаю, что здесь можно ему посоветовать. Но, увы, 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 увы. Здесь путь Ильи в нашем шоу обрывается. Шансы на то, что он попадет в табор, увы, слишком малы, потому что он выбывает на втором же препятствии. Наверное, волнение вот пересилило, что ли. Страх какой-то. Перенервничали? Да. Ну, ничего. В следующий раз вернемся сильнее. И, конечно, за победой. Сто процентов аплодисменты Илье! Браво, не расстраивайся. Сейчас в полосу препятствий будет проходить Анна Иванова. Я мастер спорта по легкой атлетике. Серебряный призер чемпионата Европы по гонкам с препятствиями. Чемпионка мира по футболу на болоте и снегу. Но главное достижение – это мои дети. Их у меня трое. И мы считаем с мужем, что у нас очень большая спортивная семья. Я счастлива здесь оказаться. И очень рада показать своим примером, что невозможное возможно. Я действительно здесь, на этом экстремальном шоу. Дети, они видели, как я люблю смотреть СТС, экстремальные вот эти все шоу. И, ну, наверное, не верили, что я могу здесь оказаться. И я здесь, и это действительно так. И любая цель, она достижима. Теперь дети это сейчас увидят. Анна Иванова, Санкт-Петербург. Так, ну что ж, в прекрасной форме, как мы видим, находится Анна. Что ж, пока еще не одна дамушка. Дамушка не добежала до нас. И я все жду, я все жду ту единственную. Ту единственную, которая нажмет эту кнопку. Возможно, не единственную, первую хотя бы. Хотя бы первую. Возможно, это будет Анна. Ну что ж, довольно уверенно она проходит, справляется. Вот сейчас еще один прыжок. Теперь можно сказать, справляется с первым испытанием. Три ребенка, и как она прекрасно выглядит, а? Я уже это отмечал здесь. Я просто не буду говорить это слишком много раз. Возможно, эту программу посмотрит моя жена. И твоя жена. Отлично справляется со вторым препятствием. Искрится, прям искрится. Впереди сложнейшие дрожащие камни. Ай-яй-яй, смотри, 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 чуть не упало. Держись, 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 Аня, держись, держись. Надо чуть-чуть согнуть колени сейчас, потому что она слишком распрямленная. Стояла сейчас на этом камне. Девочкам, ну, можно сказать, везет, потому что они легенькие. И проще держать баланс. Достаточно уверенно она проходит, все-таки не торопится, потому что понимает, что для нее самое главное все же дойти до конца. Ой, смотри, какой последний рывок был красивый. Каша очень довольна, очень довольна собой. Ну что ж, мы тоже очень ей довольны. Половина дистанции позади. Она уже прошла дальше, чем многие ее соперницы. Классно, что она не стесняется эмоций, а то до этого здесь ползали всякие угрюмые мужики. А она уже радуется поболее тех, кто победил. Прекрасно подготовлена. Анна хорошо смотрится на нашей трассе. Ой, ты посмотри, какая у нее коса. Она же сейчас будет свисать в воду. Коса! Коса! Держи косу! Молодец! Это пример смекалки спортивной настоящей. Ногу ставь! Ставь ногу уже! Мыши поднимись, поднись. Молодец! Ну что ж, прекрасно, прекрасная попытка. Чуть-чуть осталось. Анечка, мы тут, привет. Разводной мост. Исключительно работать можно только руками. И бицепсы здесь играют немаловажную роль. Женщины, которые рожали троих, и не такие мосты проходят. Поэтому я не сомневаюсь, что у нее получится. Ну что ж, надо темп набрать. Руки все же лучше согнуть. На прямых руках это очень тяжело дело. Смотри, смотри, уверенно идет. И не торопясь, конечно, как мужики, но уверенно. Ой, смотри, как последний четыре преодолело. А, хорошо. Отлично. Пора перейти на вторую половину моста. Супер. Да ладно, да ладно. Раз. Будет она перескакивать на следующую часть моста или нет? Слушай, мне кажется, нужно раскачиваться и прыгать. Прыгать оттуда. Прыгать. Главное, в рельсу головой не въехать. Видишь, когда ты махаешь. Как это было в рельс, мой елок. Молодец. Молодец. Оттуда казалось, что она прям головой сейчас влетит в эту рельсу. Но ничего, ничего. А это... Пронесло, слава богу. Ну что ж, последнее испытание перед Анной. Заветной кнопкой «Малая гора». Нервы-то какие-то в пределе. Знаешь, первая женщина всегда запоминается на всю жизнь. Поэтому вот сейчас самое время заслужить это посчетное звание. Барабанная дробь, мы ждем тебя здесь. Собраться. Сосредоточенно посмотри. Посмотри, как она готова. Отличный. Да! Есть! Забирайся, забирайся сюда. Нажимай. Что здесь происходит? Вот это эмоции! Всем привет. Я свое прохождение хочу посвятить своей маме. У нее тяжелый недуг. Я мечтала здесь это сказать. Как я ее люблю. И что мы все шлем тебе лучики здоровья. Ты справишься и будешь здоровой. Мы тебя очень любим. Спасибо. Ты большая молодец. Аплодисменты. Ваши аплодисменты. Ты огромная молодец. Между тем ты первая. Первая женщина, которая добралась до этой кнопки. Представляешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Только что десятый атлет нажал заветную кнопку. А это значит ровно то, что если пройдет еще хотя бы один полуфиналистов, мы будем отбирать по времени прохождения. Но это только в том случае, если наш последний участник отборочного тура сможет пройти трассу полностью и сделать это быстрее Анны Ивановой, которая сейчас занимает десятую строчку турнирной таблицы. Никакого другого шанса пройти в полуфинал у него просто нет. И мы продолжаем отборочный тур. Наш следующий участник – Руслан Али Султанов, лыжник из Дагестана. Вопрос, как он справится с нашей трассой просто в кроссовках. Давай, Руся, красавчик, давай, 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 давай. С детства привык побеждать, и отец у меня особенно всегда любил, чтобы я занимал только первые места. Какой бы у тебя не был высокий уровень, какого бы ты класса не был спортсменом, мы уже знаем, что здесь это не самый главный фактор. Даже были олимпийские чемпионы, кто проходил вот сейчас, и они не смогли справиться, можно сказать, с простыми препятствиями. В первую очередь передаю всем большой салам алейкум. Тем, кто смотрит за Дагестаном, очень много людей будет. Сигнал прозвучал, и Руслан начинает свое преодоление трассы с первого препятствия. Косые ступени. Нужно поторопиться, нужно поторопиться. Отлично! И без задержки он уже цепляется на перископ. Коварное, между прочим, препятствие, которое притопило уже ни одного участника. Но он успешно справляется и с этим этапом. Лишь 22 секунды ему потребовалось, чтобы пройти первые два испытания. Держи, держи. Ой-ой-ой, смотри-ка, смотри-ка. Давай-давай-давай, держись, держись, молодец, молодец. Между прочим, лучший результат за сегодня – это 2 минуты 11 секунд. И у него, смотри, смотри, как он уверенно проходит. У него все шансы побить этот рекорд. Молодец! Середина дистанции! Есть! Нарисные кольца. Хорошо, уверенно пока проходит. Ничего ему не мешает. Он уже на сетке. Никаких лишних движений не совершает. Пока что прогноз хороший, на мой взгляд. Очень уверен. Аккуратно, аккуратно, Руслан. Выше, Руслан! Держись, держись. Отлично, отлично. Еще одно испытание позади. Поддерживает наша публика. Не стал даже брать паузу на передышку. Сразу же хватается за... Согласен. Посмотрим, как он пройдет заключительное перед Малой горой испытание, разводной мост. Так, так, подожди, он, по-моему, поспешил. Есть! Молодец! Умничка! Вот она, 10 секунд, чтобы поставить рекорд. Ну-ка! Ну, давай! Пошел, 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 пошел! О, нажимай, нажимай, нажимай! Еще, еще быстрее! Есть! Две минуты. Один секунд. Это просто невероятно! Последний участник отборочного тура. И он не просто становится полуфиналистом. Он становится абсолютным лидером сегодня. Отборочный этап позади. И сегодня аж 11 человек смогли пройти трассу. Но в полуфинале только 10 мест. Поэтому атлет с самым медленным прохождением, увы, в полуфинал не попадает. Это Анна Иванова. Она была на 45 секунд медленнее, чем 10-й участник. К нашему глубочайшему сожалению. Итак, нас ждет одно из самых зрелищных испытаний проекта «Русские ниндзя». Специальный этап под названием «Гонка лидеров». Двое атлетов, которые завершили отборочный этап быстрее всех, поборются за право прямого выхода в финал. Во время гонки участники стартуют одновременно на абсолютно идентичных трассах. Им нужно подняться по ступенькам наверх, где нужно будет спуститься по канату. Потом, используя только руки, добраться до посадочной платформы. Там их будет ждать стойка с кнопкой. И кто первым активирует звуковой сигнал, тот и победитель гонки. Сегодняшние лидеры. Руслан Алисалтанов и Станислав Кокорин. У нас лыжник против скалолаза. За кого? Как будто бы победа очевидна, но мне хочется всегда болеть за неочевидный исход, поэтому буду за лыжника. Парный забег. Мой спорт, он очень похож чем-то. Это то, чем я занимаюсь уже много лет, соревнуюсь именно в паре против своего соперника. Но я точно знаю, что он не скалолаз. Поэтому это уже мне облегчает жизнь психологически. Потому что я знаю, что скалолазы очень сильные именно на работе на руках. Я думаю, интересно будет всем наблюдать за состязанием скалолаза и лыжника. Тем более, когда лыжник еще и с Дагестана, это вообще... Думаю, такого никогда точно не было. Я постараюсь сделать все, чтобы стать первым дагестанским русским ниндзя. Один из них совсем скоро сможет обновить свое резюме, гордо вписав строчку. Финалист легендарного шоу «Русский ниндзя». Блин, хочу уже поскорее увидеть. Давай, начинай! Лыжник. Посмотри, как он резво начал. У него длиннее ноги, ему легче взбираться. Хотя небольшое, да, небольшое было такое неловкое движение ногами. Смотри, ну лыжник-то на самом деле пока впереди. Давай, давай! Вот это скорость! Смотри, как быстро идет. Он боком перемещается. Смотри, он не разгибает локти. По-моему, он чуть-чуть опережает своего соперника. Кто первый к рукоходу выходит? Стаса погнал. Вот на второй половине дистанции начинает, начинает свои навыки скалолазания. Руслан, по-моему, не отстает. Это самое интересное пока гонка. Оттолкнулся, прыгнулся. И Стас оказывается первым. Станислав Кокорин. Тяжелое испытание в интересное зрелище. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты понимаешь, что ты в финале русского ниндзя? Я выиграю сильного соперника, между прочим. Конечно, вышли нога в ногу, рука в руку, ноздря в ноздри, ты понимаешь? Слушайте, ну для лыжника он просто красавчик. Потому что я скалолаз должен был выиграть, наверное, полтрассы. Но по факту я еле выиграл, поэтому он большой молодец. Ну что, как ты? Нормально. Руслан, привет. Рады тебя снова видеть здесь. Тебе совсем немного не хватило, чтобы пройти напрямую в финал. Но парадокс в том, что проиграв в гонке лидеров, ты все равно выиграл. Выиграл утешительный подарок от Альфа-банка. Хватай и иди готовься к полуфиналу. Удачи, Руслан. Девять атлетов уже стали полуфиналистами. И уже показали себя настоящими бойцами. Но чтобы продвинуться дальше и присоединиться к Станиславу Кокорину, который уже занял свое место в зоне финалистов, им нужно пройти новую, еще более сложную полосу препятствий. Трасса полуфинала состоит из пяти испытаний. На первом необходимо ускориться. На втором пересечь бассейн с помощью гигантской бабочки. На третьем взобраться вверх на переставном турнике и далее, цепляясь руками за карнизы, оказаться у финального препятствия – дымоход, на вершине которого нужно нажать на кнопку. Только трое атлетов, показавших лучший результат, станут финалистами. В отличие от отборочного тура, ошибаться здесь нельзя. Если участник упал или нарушил правила, то из проекта он выбывает безвозвратно. Итак, самый волнительный момент сегодняшнего дня. Начинаем полуфинал шоу «Русский ниндзя»! Первым на трассу выходит модель в Зеленков-Флатт. Модель. Мне кажется, это лучшая модель человека в принципе. Я спокоен. Никакого волнения, ничего нет. Просто надо взять, сделать, все. Ну что ж, тот самый «Кокос» будет наблюдать. Станислав Кокорин ждет, ждет. Будет наблюдать, как будут мучаться наши полуфиналисты. Владислав Зеленков начинает свое восхождение на полуфинальной трассе. Первая тропа ускорения, которую он проходит по сути не особо. Не ускорившись. Да. Тем не менее, он перепрыгивает через наше болото. С улыбкой, с улыбкой подходит. Это правильно, хороший настрой. Мне нравится. Нужно прыгать и цепляться за крыло. Ну что ж, как следует. Как пальцами левой руки. Пальчиками, мне кажется, даже двумя пальчиками он удерживается. На одной бабочке от провала висел сейчас Владислав. Ну вот, перепорхнул. Следующий этап. Перед ним переставной турник. Ну что ж, давай. Ну вот, по крайней мере, удерживается. Это нормально. Это разрешено сейчас. Увы, увы. Не переставил турник Владислав. И не проходит финал. Прощаемся мы с ним на этот раз уже навсегда. Это был последний проход по подиуму модели Владислава Зеленкова. Хорошо, хорошо. Нашел русский ниндзя. Что произошло? Не знаю. Не собрался, видимо. Поторопился. Переволновался? Нет. Но ты не переживай, у тебя теперь есть новые друзья, новая любимая ведущая, новая любимая трасса. Это все для тебя, Владислав! Максиму Иванову из Казани. Отборочная полоса препятствий покорилась ровно за 4 минуты. Полфинал это очень круто. Максимально настроенный. Потому что я Максим, Макс. Что ж, Максим, вот он наш главный романтик, поэт, который хочет потратить приз. Нашел русский ниндзя на кольцо своей девушке. Ждем. Прекрасный стимул, а? Мы, как люди с тобой женатые, можем сказать ему не... Делай, делай, делай! Давай, иди дальше! Вот это скорость! Первое испытание позади. Тропа ускорения ускорила Максима. Продвижение вперед! Да! Нет, Максим! Срывается с бабочки. Да как же так? И, видать, колечко твоей даме, Максим. Последняя поэма Максима на нашем шоу, увы, была закончена. И сожжена. Утоплено скорее. Я сейчас нахожусь на проекте «Русский ниндзя» в полуфинале в городе Сочи. Плана нет. Надо идти и проходить до конца. Занять первое место, стать русским ниндзя, чтобы быть примером для своих учеников, для своего ребенка. Я готов, я заряжен, я настроен, кровь кипит, все будет здорово. Ес! Учитель физкультуры Александр Буга прошел отборочную трассу на твердую четверку. Но чтобы попасть в тройку финалистов, полуфинал нужно пройти на пятерку. Такая арифметика. Ух! Давай, Москва! Давай, Александр! Давай! Ну что ж, вот Александр, который в своей неизменной кепке подготавливается к прохождению полуфинальной трассы. Есть! Сигнал на старт! Александр – настоящий пример для своих учеников, ведь он учитель физкультуры, который проходит до шоу до полуфинала нашего шоу «Русский ниндзя». Посмотрим, как он справится с нашим вторым испытанием полуфинальной трассы, с той самой гигантской бабочкой, от которой трясутся поджилки у многих участников. Отлично! Хорошо справляется, уверенно. Возможно, если он выиграет 5 миллионов рублей, то какая-то школа останется без учителя физкультуры. Возможно, или он откроет свою собственную школу и будет там преподавать все предметы, какие захочет. Мне кажется, физкультура – это его любимый предмет. Так, ну, смотри, турник физрука смущать вообще не должен, хоть он и переставной, а не простой. Второй турник. Тоже непростое испытание, уверенность с ним справляется. Надпись «Коучинь» у него на спине. Опасно, опасно, лучше прыгать, надо прыгать. Перенося без тела. Ай, хорошо! На одну руку, на нашей трассе, с одного карниза на другой. Риск очень велик, мы это не раз наблюдали. Ну что ж, чуть легче, чуть легче на третьем карнизе, потому что он по уровню выше и ближе находится. Но сейчас точно нужно прыгать. Сейчас будет самая сложная, большая дистанция. Раскачивайся, Саша, раскачивайся. Конец пути, силы на исходе. Давай, держи! На последнем подоконнике соскользнули пальцы. Ну что ж, прозвенел звонок. И, увы, это был последний звонок последнего урока для Александра Буга на нашем шоу. Что, что, что случилось? Не хватило, ну, просто чуть-чуть пальцы. Но мы ставим 4, пишем, а 5-то в уме. Уважаемые школьники, гордитесь таким прекрасным, сильным учителем. Вперед, Саша, вперед, конечно! На полуфинальную трассу выходит инструктор по выживанию Михаил Макеев. Средний результат по времени, без опасных моментов. Будет ли он так же стабилен сейчас? И хватит ли этого для того, чтобы попасть в финал? Сейчас узнаем! Полоса коварная, но любая полоса коварная, так же, как и в жизни, много коварных ситуаций. Важно просто пройти ее, и все. Мохну сейчас прохладно, не хочу. Я верю, что я пройду в финал. Заряжен, как пружина от автомата Калашникова. У Миши такая красивая форма. И я говорю не про физкультурную форму. Просто ниндзя. Ну что ж, Михаил на стартовой площадке, посмотрим. Он мне запомнился тем, что чуть не разнес нам мониторы. И сломал нам ребра, когда нас обнимал. Да-да-да, было-было. Совсем недавно он этим занимался. Сейчас он на полуфинальной трассе. Сейчас надо так же обнять бабочку, как нас. Да. Цепко, жестко, мощно. Не сломай бабочки ребра. Михаил, когда будешь прыгать, молодец. Держаться! Цепляется. Левой рукой опять. У него сильные руки. Мы это помним. Дого очень хорошо. Преодолевает два препятствия. Перед ним переставной турник. Опять, я думаю, проблем быть сильных не должно. У меня твоя сестра! Давай! Миша, давай! Слушай, ну не торопится он. Погоди, он пытается просчитать каждый свой рывок вверх. Кстати, классический хват используют. Многие наши претенденты используют смешанный хват. Но он уже на навесных карнизах. Смотри, он не прыгает, он просто перехватывает. Переставляет руку. У него крепкие длины руки. А вот здесь... А вот сейчас другого выхода нет. Это точно. Здесь нужен прыжок. Удерживает себя. Пальцами цепляется и удерживает себя. Ура! Удержит! И он выбывает из полуфинала. Специалист по выживанию Михаил Макеев проваливает тест на живучесть на трассе, на полуфинальной трассе проекта «Русский ниндзя». Увы. Во-первых, в Соте скандирует. Молодец! А мы лучшие, все равно самые лучшие. Самый лучший брат. Миш, у тебя потрясающая черная форма, но в мокром ты еще красивее. Ой, спасибо, Ида. Мне рожки понравились. Мне очень нравится. Миша, красавчик! Провожаем! Пока! Вообще, у этого шоу есть и реклама, но фигни мы тут не рекламируем. Поэтому я буду рекламировать вам классную и бесплатную кредитку «Сто дней без процентов» от Альфа-банка. Заказывайте онлайн прямо сейчас. Русский ниндзя вернулся в Россию. Продолжаем полуфинал. Пока никто сегодня не смог пройти полуфинальную полосу препятствий. Может, получится у Павла Евстратова? Напомню, он прошел отборочную трассу с шестым временем. Волнение везде, особенно почему-то в руках. Руки не имеют. Но я буду делать все возможное, чтобы все получилось. Я, любимый, обещал, что я стану сегодня сухим и нажму на эту кнопку. И я намерен выполнить обещание. Павел Евстратов стоит на старте. Ждет сигнала. Павел Евстартов. Ну что ж, Евстартанул наш Павел. И уже проходит первое испытание. Хорошо разбежался. Он как быстро пошел. Вообще не тормозил сейчас. Так времечко-то сейчас важно, в отличие от предыдущего этапа. Согласен, но видишь, как мало участников проходит. Павел, держись! Пятый участник. Пятый уже отправляется в бездну нашего бассейна. Мечты о финале. Разрушила одна большая бабочка. Бывает, перенервничала. А я так перенервничала. У меня уже все седые волосы тушью замазывают. Павел. Пора домой. Друзья, запомните лицо Павла. Он еще к нам вернется. До встречи, Павел. Пока. Пока. В финале есть три места. И на них осталось всего четыре претендента. Дмитрий Федотов, Санкт-Петербург. Все супер, настроение хорошее. В общем, полуфинал. Ну, такая интрижка соблюдается, потому что люди не очень успешно его проходят. Финал, конечно, хочется. Финал хочется. Особенно плечом к плечу встать такими атлетами, профессионалами, чемпионами и так далее. Это очень круто. Особенно, когда ты не в своем профиле и вообще из другого вида спорта. Это очень интересно. Ну, что ж, Дмитрий уже взбирается, взбирается на стартовую площадку. Посмотрим сейчас, как ноги Дмитрия в этих прекрасных лосинах преодолевают тропу с коленей. Тарзан. Мой диггер, мой леопард. Дмитрий отталкивается хорошо от батута. Прыжок уцепляется за бабочку. Сейчас перебраться по канату. И он на платформе. На изи. Просто легко. Куда приведет его мышление. Посмотрим, что он задумал. Скоро-скоро узнаем, потому что он уже на третьем испытании. Переставной турник. Вот в себе и спортивное мышление. Его глаза метают молнией после этого обидного провала. Хоть бы водичку, да, для приличия упала. Мне так еще и скучно закончил. Эх. Алишер не оценил. Блин. Очень обидно. Трасса, ну, прям моя. И вот этого я боялся меньше всего. А что это, волнение, Дим? Ну, наверное, что оправдываться. Как говорится, так. Дим, суши лосинки, беги. Не расстраивайся, ты супер, правда. Все, целуй. Всего четыре места в финале, и одно уже занято Стасом Кокориным. Осталось лишь трое атлетов, которые попробуют занять свободные места рядом с ним. Все, что для этого нужно – пройти трассу до конца и нажать кнопку. Знаете, за кадром тут поговаривают, что этот парень – один из самых подготовленных к трассе участников. И делают на него ставки. Я перед каждой трассой тысячи раз продумываю прохождение свое. Я уже знаю, куда, как руку, ногу поставить. Все продумано. Настрой боевой. Сейчас буду рвать. Юрий Прокудин, Москва! Ну что ж, Юрий, за тебя болеет вся Москва. Все телезрители и твои родители в первую очередь. Волнуешься? Я – да. И я волнуюсь. Как эффектно и красиво! Юрий – настоящий сын своего отца. Именно отец привил ему любовь к ниндзя-спорту. Юра, давай! Молодец! Справляется! Вот это хватка, умничка! Молодая кровь-то горячая, а? Хорошо, хорошо. Очень горячая. Хорошие, кстати, антропометрические данные у Юрия для ниндзя-спорта. О, антропометрия! Попробуй использовать это в одной из своих песен. Ну что ж, тем временем Юра хорошо движется, уверенно движется вверх на нашем переставном турнике. И подвижные камнизы. Он, между прочим, может уже не спешить. Согласен, в целом. Я думаю, шансов не так много, что кто-то серьезно сможет побороться за эти три, все еще три вакантных места. Юра, держись! У нас три участника и три места. Отлично, отлично! Главное – добраться до самого верха. Все, остался только дымоход. Скользят ноги. Очень предательски скользят, смотри. Что происходит? Ноги скользят. Смотри, одними руками сейчас держится Юра. Нет, нормально, вроде перехватывает. Одними носками своих кроссовок сейчас находит более-менее сухие места на подошве своих кроссовок. Юра! Давай, Юрочка, давай, наш маленький паучок. Чуть-чуть осталось. Неужели это еще один финалист? АПЛОДИСМЕНТЫ И вот так близко к финалу Юрий Прокутин! Вот он, новая восходящая звезда ниндзя-спорта Юрий Прокутин! Браво! Это второй финалист! Да, второй! А, заметьте, Станислав Кокорин делает вид, как будто рад. О, это конкуренция. Оправдал ожидания. Ну, увидишь. Славочки-то сыграли у тех, кто не выставил. Вот он обнимается со своими родными. Отец его поздравляет. Его братья. Беги, ты финалист! И да, отправляет его в зону финалистов. Итак, второй финалист определён. Узнаем ли мы сейчас имя третьего? Родина ниндзя и Митсубиши Япония. Страна настоящих мастеров. Истинные ниндзя должны быть готовы ко всему и суметь выдержать любые испытания. Тех же принципов придерживается и бренд Митсубиши. Чтобы попасть в гонку лидеров и побороться за прямой выход в финал, монтёру в метро Артуру Нидерквелю не хватило всего трёх секунд. Сейчас увидим, это его морально надломило или наоборот замотивировало. Артур Нидерквель, Москва! Если честно, бешеные эмоции. Первый раз такую испытываю. Мандраж. Ну, я с ним борюсь, преодолеваю. Прорвёмся. Вот он, Артур! Настоящий уличный атлет. Тренирует сам себя. Тренирует себя на улицах. Говорит, что улица – это его тренажёрный зал. Артур тот самый парень, который взлетел на Малую гору, взглянув на свою любимую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он тебя машет по машине. Ну, а впереди всё ещё самое сложное. Но для настоящего уличного спортсмена турник, наверное, не должен стать большой проблемой. АПЛОДИСМЕНТЫ Так высоко он, наверное, ожидал, что он весит значительно больше. Это оказалось пушинкой в руках Артура. Да, а ведь отборочный тур он прошёл лучше Юрия Прокудина. Значительно. Зато сальто какое сделано, последовательное красивое. АПЛОДИСМЕНТЫ Что такое? Мы так рассчитываем на тебя. Значит, у Бога такие планы на меня были. Принимаю и идём дальше. И мы принимаем и идём дальше. Очень позитивный, прекрасный Артур. Провожаем Артура. Это было превосходно. АПЛОДИСМЕНТЫ И последний участник на сегодня. Руслан Алисалтанов. Руслан не смог пройти финал через гонку лидеров. Пока проиграна только битва. Война ещё не проиграна. У меня есть всё равно шанс пройти полуфинал. Удивилось, что всего лишь один человек прошёл эту дистанцию. И это ещё нагоняет нам больше волнений перед прохождением трассы. Руслан, ты последний претендент на финал. Время уже не имеет значения. Просто дойди до конца. Нажми на эту кнопку. Стань финалистом. Время есть, Русланчик. Давай. Посмотрим, услышим ли мы победную речь после полуфинала. Руслан начинает своё восхождение. Тропа ускорения. Внезапная остановка в самом конце тропы. О, не торопись. Аккуратно, не торопись. Отдохни, постой. Поднеси руками, отдохни. Как тяжело рассчитать свой прыжок здесь. Незнакомый батут. Незнакомая огромная бабочка. Попробуй уцепить за неё. Никаких сил уже нет, ребят. Я просто устала волноваться. Молодец, молодец. Итак, турник, на котором уже многие погорели, многие искупались. Высокий, Руслан, очень высокий. Нужно рассчитать сейчас вот эту мощность, вот этого рывка вверх. Молодец! Первый готов. Второй. Третий. Есть! Держись, держись. Сильные руки у Руслана. Мы это наблюдали в гонке лидеров. Так, лезет по подоконникам. Надеюсь, он восстановился с тех пор. Что он делает? Он разворачивается. Будет перехватываться. Вот это опасная техника. Удержался. Давай, давай, держись, держись. Аккуратно! Сейчас раскачаться, уцепиться и удержаться! Нет! Это как-то! Сорвался! Нет! Нет, гордый сын Бахачкалы срывается в пропасть. Падает в воду и разбиваются надежды. В нашем бассейне растворяются полностью его надежды. О финале и о статусе русские ниндзя. Как же грустно это наблюдать. Руслан, сейчас все зрители СТС просто в слезах будут смотреть на твой ход. Как же так? Да, обидно, что перед самым финалом, тем более, оставался последний. Последнее препятствие. Это вдвойне обидно. А нам вдвойне приятно, что у вас два брата, красавца, которых мылицезрели всю эту программу. Поэтому нет повода расстраиваться. Мы тебя ждем в следующем году. Хорошо? Обязательно. Все, аплодисменты Руслану, красавчику! Я буду по ним скучать, честно говоря. Ну что сказать, я даже не ожидал, насколько придется трудно нашим атлетам. Несмотря на то, что только двое из них прошли в финал, с уверенностью могу сказать, что каждый отлично себя проявил и достоин признания. Честно, я вообще поражен, что все эти испытания возможно пройти. Ну а люди, которые обошли всех и стали финалистами, это киборги, помноженные на вечности. Других слов нет. Давай перечислим их имена. Трехкратный чемпион мира по скалолазанию Станислав Кокорин! Еще вчерашний школьник, а сегодняшний финалист Юрий Прокудин из Реутова. Ну что ж, эти двое молодых ребят заставили все наши сердца биться 200-300 ударов в минуту. Как мы за них переживали и как мы рады, что теперь они финалисты шоу «Русский ниндзя!» Это было шоу «Русский ниндзя» на СТС. До встречи в следующем выпуске, где мы увидим новых героев, бросивших вызов нашим испытаниям и своим пределам. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова